Добрый день! В сегодняшнем видео поговорим о том, как сменить имя точки доступа и пароль ее штатными средствами FL-PRO. Итак, имеется веб-интерфейс, где можно задавать новое имя и новый пароль. Имеется кнопка записи. Для чего она нужна, поясню ниже. Имеется контроллер ESP8266. Сейчас посмотрим список доступных сетей подключенных к ESP8266. То есть именно к этой точке доступа. Подключились. И теперь мы можем для демонстрации нажимая кнопку управлять ESP8266. То есть связь осуществляется с данной ESP через данное имя. Но теперь стоит задача сменить имя и пароль. Давайте снова перейдем в веб-интерфейс. И отмечу небольшую особенность. Менять имя сети без проблем. Оставив старый пароль, мы подключаемся, выбираем, у нас появляется новая точка доступа в сети, и мы к ней подключаемся, введя новый пароль, введя вот этот же пароль. Но если мы не менять, не будем имя сети, а сменим ее пароль точки доступа, то мы не сможем подключиться к этой сети. Потому что при подключении к любой сети, к любой точке доступа, запрашивается пароль, и он сохраняется. И если вы не поменяли имя, а поменяли только пароль, с этого устройства вы уже к нему не подключитесь. Ну, соответственно, веб-браузер тоже вам ничего не даст. Поэтому нецелесообразно менять пароль без смены имени точки доступа. Давайте поменяем имя сети, назовем ее как-нибудь по-другому, и сменим пароль. Давайте наоборот. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот мы задали эти параметры. Но для того, чтобы у нас одновременно сменилась сеть и пароль, потому что если мы будем задавать по очереди, у нас сменится сеть, сразу отключится устройство, веб-браузер будет недоступен к ESP-шке, и тогда пароль новый не запишется. Поэтому нужно заранее изменить имя, пароль и нажать кнопку «Запись новых параметров». Нажимаем и смотрим сюда. Вот появилась новая сеть. Та отключилась, ушла. Вот ESP-каскада. Давайте подключимся к этой сети. Вот у нас разомкнулся веб-интерфейс, отключился, естественно. Давайте подключимся. Подключиться. Он спрашивает пароль. Значит, у нас было 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далее нет. Или да, кому как надо. И мы сейчас подключимся к этой сети. Ну, желательно после подключения, конечно, сбрасывать ESP-ку, чтобы обновился веб-интерфейс. Сейчас мы посмотрим. Так, мы уже все подключено. Пытаемся. Сейчас, на секундочку, остановим и снова подключимся. Видите, не всегда срабатывает, поэтому давайте перезапустим ESP-ку. после того, как мы сменили адрес сети и пароль. Желательно там для питания выключить или кнопку RZ сделать. И тогда, чтобы у нас ESP-ка правильно работала. Проверим, сеть, мы подключились. А, не подключилась еще. Вот поэтому они работают. Стоп, тогда давайте я подключился. срабатываем еще раз ESP-ку. Сейчас вот все подключились к сети. Видно, написано подключены. И теперь мы пробуем работать. Вот мы теперь управляем тоже ESP-кой, но с новым именем и с новым паролем. И давайте посмотрим, как это реализовано в FL-prog. В FL-prog используется интерфейс ESP-ку. Интерфейс ESP-у-ай. Веб-интерфейс и записи чтения системных параметров. Имеются переключатели имени и пароли. Для чего сейчас скажу ниже. Итак, ввод параметров мы осуществляем через имени и пароли осуществляем через веб-интерфейс. Далее по нажатии кнопки на этом веб-интерфейсе происходит запись и изменение этих двух системных параметров имя и пароль. Именно одновременно. Кроме того, имеется вход, который назвал Reset. Это не тот общий сброс, это кнопка, по которой мы хотим сбросить наше ESP на заводские настройки. Допустим, вы изменили и забыли. Как тогда? Тогда вы к ней не достучитесь. Поэтому, если мы удерживаем в течение заданных времени, в данном случае трех секунд, кнопку, это GPO4 у меня, проект я выложу под видео, то происходит через или запись этих новых параметров, то есть старых заводских установок. Вот имя сети и пароль сети. Собственно говоря, вся схема. Нажимаем кнопку, переключатель включает заводские настройки и происходит запись параметров. Давайте сейчас попробуем это сделать. Итак, сейчас мы подключены к новой сети, давайте сбросим на заводские настройки. Вот ESP каскада. Так, берем перемычку и на землю замыкаем вывод GPO4 подвешен к единице. И удерживаем три секунды. Ну, за данное время можно пять сделать, можно секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Подержали и смотрим. Опять же желательно, вот она появилась эта старая сеть. Эта сейчас отключится, уйдет. Все, вот она сеть. Со старым паролем и старым именем. Проверим, как будет существовать соединение. Опять же, скорее всего, нужно перезагрузиться. Сейчас проверим, иногда она и так работает. Давайте перезагрузим ESP-шку или дождемся подключения. Сейчас давайте посмотрим, а то мы не дождались. Да, не подключился. Подключиться. Ждем. Проверка требований сети. Если пароль правильно записался, должно подключиться. Давайте здесь, пока мы отключимся и снова проверим сеть. Да, подключилась, только без интернета. Все правильно. запускаем и нажимаем. Не нажимается. Еще раз смотрим. Нет подключения, все правильно. Так, к интернету. На сети есть все. Иногда просто надо сделать сброс после того, как мы установили новое имя и пароль, то есть перейдем на питание или нажать кнопку сброса. Это иногда помогает вступить в силу новым параметрам. Хотя точка доступа сменилась, не имеет. Вот все. Все работает. То есть мы вернулись на заводские настройки и работаем. Вот таким вот образом осуществляется смена имени и пароля точки доступа. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Используйте в работе программу FLPRO. До свидания.